Всем привет, с вами Витя и вы на канале под микроскопом. Как умирает одноклеточная? Видео, от которого гарантированно, станет грустно. Клетка привлекла внимание меня тем, что она была больших размеров, и ее движение было нестандартным. В определенный момент организм остановился и стал кружиться на месте. Потом начало стремительно увеличиваться, и мембрана лопнула, как шарик. Из организма начала вытекать наружу большая часть ее внутренности, но активность внутри микроба не останавливалась. Данный процесс называется апоптос, и вызван запрограммированными в генетический код клетки химическими реакциями. Проще говоря, так выглядит смерть одноклеточных от старости. Их оболочка просто растворяется, а внутренности, как правило, моментально пожирают более молодые организмы. Этот короткий жизненный цикл необходим этим формам, да и всем одноклеточным, для ускорения эволюции и оперативной адаптации к меняющимся условиям. Сотни тысяч таких же смертей ежесекундно происходят внутри нашего тела. Мы этого просто не замечаем. Но одно дело просто знать об этом факте, и совершенно другое дело увидеть собственными глазами. Как я уже говорил, это происходит простыми словами от старости, но в нашем случае, скорее всего, это не старость, а, наверное, жадность микроба. Обратите внимание, что выходит после разрыва мембраны. Сначала внутренности, а потом вышла живая одноклетка. Видимо, она проглотила микроба, и он просто не растворился внутри. И как паразит жил в организме, увеличивался в объеме, и места стало мало. А потом, как в фильме «Чужие» вылез из него, живой и подвижный, отправился покорять микропросторы. Вот такой вот ролик получился короткий. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. И если вам понравилось такое короткое видео, то, друзья, подпишитесь на наш канал. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok